Icecool линзы Rodenstock Perfolit Sport 2 однофокальные спортивные линзы. Спортивные линзы предназначены для ориентированных на спортивную моду заказчиков для установки в изогнутой оправе с радиусными линзами. Они предназначены для очков, которые сильно прилегают к лицу и имеют большой угол изгиба. Их задача защищать от внешних воздействий, солнца, ветра и так далее. Кроме того, они должны коррегировать зрение, то есть изготавливаться в достаточно широких диапазонах рефракции. Самое важное, что установка линз перед глазами в спортивной оправе отличается от положения линз в обычных корригирующих очках. Перед вами портфолио спортивных линз Rodenstock, которые входят в программу с таким же названием «Спортивные линзы». Сегодня мы с вами говорим про однофокальные линзы в классическом исполнении, которые представлены линзой Перфолит Спорт 2, монофокальные линзы для спортсменов или владельцев очков, ориентированных на моду, которые ищут отличное соотношение цены и качества, сопровождаемое всеми преимуществами самых современных технологий. И линзы Перфолит Спорт. Эти линзы обеспечивают дополнительно максимальную безопасность, поскольку изготавливаются из поликарбоната. Мы видим, что линза Перфолит Спорт 2 предлагается в материалах с показателями преломления 1.5, 1.6, включая фотохромную версию Colomatic IQ и Colomatic IQ Sun. В то время как Перфолит Спорт изготавливается только на базе поликарбоната, однако может иметь версии с эффектом поляризации. Линзы изготавливаются в достаточно широком диапазоне. Максимальный диапазон изготовления данных линз составляет плюс-минус 8 диаптрий с цилиндром до 4 диаптрий. Все спортивные линзы Роданштов и Перфолит Спорт 2 представлены в трех вариантов или в трех версиях, поскольку оправы могут отличаться не только по конструкции, но и углу изгиба и базовой кривизне демо-линз или солнцезащитных линз, которые в них установлены. Для каждой линзы предлагаются три варианта изготовления для разных спортивных оправ. Эти варианты носят название Extra Keog или экстремальная кривизна. Предназначены спортивные линзы версии Extra Keog для оправ с очень большой кривизной фронтальной поверхностью. Угол кривизны оправы достигает 25 градусов и превышает 15 градусов. Базовая кривизна таких линз составляет 8 диаптрий. Версия Clip-in предназначена для установки в оправы системы крепления клипс. Это могут быть как горнолыжные маски, так и очки для подводного плавания. Угол кривизны оправы в них максимально может достигать 20 градусов. Подобные спортивные линзы имеют диапазон изготовления несколько больше, чем у Extra Keog, а именно от минус 6 до плюс 6 диаптрий. Basic Keog. Спортивные линзы такого типа предназначены для оправ с обычной кривизной фронтальной поверхностью. Угол кривизны у этой оправы не должен превышать 15 градусов, однако диапазон изготовления очень широкий – от минус 8 до плюс 8 диаптрий с цилиндром до 4. Давайте рассмотрим поэтапно весь процесс заказа линзы Перфолит Спорт. Для начала мы должны с вами определиться с типом линзы Перфолит Спорт. Делается это по углу изгиба и базовой кривизне. Начинаем с того, что смотрим рецепт. Данные рецепты, конечно, не должны превышать диапазон изготовления спортивной линзы. Следует измерить угол изгиба оправы по этим параметрам, а также по базовой кривизне, которую мы с вами можем измерить с помощью сферометра, картинка сверху, или шаблона базовых кривых картинкой снизу, и определяется тип или версия спортивной линзы. Измерение базовой кривизны стоит производить по вертикали и по горизонтали. Пожалуйста, сравните оба измерения и убедитесь, что разница между ними не превышает полдиаптрии. В том случае, если измеренная базовая кривизна по горизонтали и вертикали отличается больше, чем на одну диаптрию, мы не рекомендуем заказывать спортивные линзы, потому что могут возникнуть проблемы с ее установкой. Примером такой оправы, которая не подходит для установки спортивных линз, служит оправа, изображенная на рисунке внизу справа. Явно видно разница в базовой кривизне по вертикали и горизонтали. Кроме того, часто такого рода солнцезащитные очки имеют мелкую фаску и не годятся для установки спортивной рефракционной линзы. Итак, определяем тип линзы по углу изгиба, который мы с вами измерили, и базовой кривизне по горизонтали. Экстра-кюрт, бейзик-кюрт, если оправа с креплением клипса, то, конечно, это будет версия клип-ин. Если базовая кривизна линзы порядка 8 диаптрий, а угол изгиба оправы превышает 15 градусов, но не более 25 градусов, мы выбираем версию экстра-кюрт. Эти линзы делаются диаметром 75 дробь 95, что означает физически эта линза 75 диаметра, однако за счет предцентрации 10 мм эти линзы имеют полезный диаметр, то есть используемый диаметр после децентрации 95 мм. В том случае, если базовая кривизна у демо-линзы или исходная у солнцезащитных очков обычная, стандартная, и угол кривизны не превышает 15 градусов, заказывается версия бейзик-кюрт. Перед вами диапазон изготовления линзы Перфолит Спорт 2. Она изготавливается в материалах с индексом 1,6, 1,5 и поликарбонат с индексом 1,59. Для версии экстра-кюрт максимальный диаметр полезный будет составлять 95 мм с учетом предцентрации 10 мм. Линза изготовится со смещенным центром. Диапазон изготовления версии экстра-кюрт от минус 4 до плюс 4 диаптри. Цилиндр не больше 2. Максимальный угол изгиба и для Перфолит Спорт 2 составляет 25 градусов. Индивидуальные параметры, которые следует измерить и занести в заказ, это межстрочковое монокулярное расстояние и угол изгиба оправы. После того, как мы с вами выбрали тип линзы или версию линзы, экстра-кюрт, бейзикюрт или клип-лин, следует проверить диапазоны по рефракции и диаметру, потому что у этих версий разный диапазон изготовления. Напомню, что для версии экстра-кюрт мы видим это на странице каталога спортивных линз. Максимальный диапазон изготовления составляет от минус 4 до плюс 4 диаптри цилиндром до 2. Для заказа спортивных линз Роденшток обязательно на бланке заказа следует обвести форму линзы и в специальных таблицах привести размеры оправы, ширине, высоте, размер переносия, а также монокулярное межзрачковое расстояние, установочную высоту и требуемую базовую кривизну. На рисунке сверху слева мы видим не лучший способ передачи формы на бланк заказа, потому что оправа из-за сильного изгиба будет перекатываться во время этого процесса. Реально форма оправы будет искажена. Гораздо лучшим способом является способ, приведенный на рисунке снизу. Вы вытаскиваете из очков или оправы правую демо-линзу, накладываете ее на бланк заказа, как это показано на рисунке, и аккуратно обводите без каких-либо припусков. Перед вами правило установки спортивных линз Роденшток. Вся информация, которую мы с вами должны знать. На конвертах линзы вы обязательно увидите две строчки. Верхняя строчка – это ваш рецепт, который прислали вы нам в качестве заказа. Нижняя строчка или вторая строчка – это пересчет линзы в позицию ношения. Учитывая, что спортивные оправы не обеспечивают признанное, стандартное, обычное положение линзы перед глазом, необходимо пересчитать реальную оптику линзы. В линзу в обязательном порядке вводится компенсаторная призма, которая компенсирует разворот линзы. Маркировка Perfolit Sport 2 изображена на рисунке внизу. Мы видим, что линза диаметром 75-3,95 имеет большую предцентрацию. И линии маркировки, которые нанесены на линзу традиционно желтым цветом, сильно сдвинуты и расположены не по центру линзы. Сразу четко мы можем определить назальную и темпоральную часть линзы. В том случае, если на линзе маркировка стерлась во время обработки, вы всегда ее можете восстановить с помощью гравировок. В любой спортивной линзе Rodenstock вы увидите дополнительную гравировку S, что означает, что эта линза относится к спортивным линзам. Величину базовой кривизны и индекс материала вы увидите в назальной части линзы. Также любая спортивная линза Hyperfolit Sport 2 имеют в обязательном порядке гравировки в виде кружков. Эти гравировки помогут вам сориентироваться с положением ссылочной точки, восстановлением и контролем готовых очков, а также установкой линзы. Установка линз осуществляется по правилу однопокаривных линз с занижением ссылочной точки для дали, так как это показано на рисунке внизу справа. Обработка спортивных линз достаточно сложная процедура, не менее сложным является контроль готовых очков. Традиционно оптики, если придерживаются всех правил установки, не испытывают необходимости проконтролировать очки. А если такая необходимость возникнет, мы предлагаем вам один из способов. Способ номер один требует достаточно высокой квалификации и предварительной настройки диоптриметра. Установите цену деления 1 сотая диоптрии, включите измерение призма база. Обращаю ваше внимание, нас интересует не вертикальное и горизонтальное значение призмы, PX, PY, а именно призма база, именно так они указаны на конверте. Нас интересует вторая строчка на конверте. Установите линзу на диоптриметр перпендикулярному установочному кольцу. Учитывая большой диаметр линзы, а также смещение центра по горизонтали, это сделать не так просто, но это сделать необходимо. Двигая линзу по коллиматору, следует добиться положения, при котором все показания и сфера, и цилиндр, и ось, и значение призмы, и база, которые в обязательном порядке всегда присутствуют в спортивной линзе, одновременно совпадут с цифрами на второй строчке на конверте. Сделать это непросто, но совпадать с точностью плюс-минус 0,05 диаптрии, 0,05 призмы и 2-3 градуса угла должно все. Именно в таком положении следует отметить три точки. Затем измерьте по прямой, не по дуге, расстояние от центра переносия до центральной точки на линзе. Оно должно соответствовать корпиди. Вы можете его также проверить в монокулярном режиме прямо на клиенте. Положение центральной точки должно располагаться чуть ниже центра зрачка. По горизонтали должно совпадать с центром зрачка. Горизонтальные линии разметки не должны быть развернуты относительно горизонта. Не должны иметь вертикальный размер. Центрируются линзы на одной высоте, и это высота ведущего глаза. И должны располагаться ниже линии зрачков. Можно использовать второй способ. Он проще и часто вполне достаточен для того, чтобы понять правильно или неправильно выполненные очки. Найдите на линзах гравировку, восстановите исходную маркировку центровочного креста или ссылочной точки для дали. Измерьте по прямой, не по дуге, расстояние до центральной точки на линзе по корпиди или в монокулярном режиме проверяем совпадение на клиенте. Точно так же горизонтальные линии восстановленной маркировки не должны быть развернуты относительно друг друга или горизонта. Не должны иметь вертикальный разбег и должны располагаться ниже линии зрачков. На рисунке представлен пример с заказом линз для угла разворота 22 градуса рецепта сфера 0 версии экстра-кёпт. Показания диаптриметра должны быть близки к данным со второй строчки на конверте линз. Еще одна особенность горизонтального центрирования спортивных линз заключается в том, что при центрировании для установки станок, для обработки линз, мы должны использовать с вами не PD, купила дистанц, монокулярное межзрачковое расстояние, а корпиди, которые вы найдете на конверте. Необходимость использовать корпиди или скорректированные PD обусловлены тем, что линзы сильно развернуты относительно глаз, а значит вершина линз точно так же будет уходить в сторону висков. Чтобы этого не произошло, как мы видим на конверте на рисунке справа, при PD 30 мм, устанавливая линзу, следует центрировать на 29,2. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы в готовых очках после разворота линзы на указанный угол Face for Mental, угол изгиба оправы, центры линз располагались точно в соответствии с PD, то есть 30 мм. Линзы Перфолит Спорт 2 и Перфолит Спорт вы найдете в разделе 12, который так и называется, спортивные линзы Роденштолл, каталога рецептурных линз. Перед вами все материалы, которые применяются для изготовления линз Перфолит Спорт 2 и Перфолит Спорт. Здесь мы с вами видим фотохромную версию Clomatic IQ Contrast, показатели преломления 1,6, в цветах оранжевый, зеленый и коричневый. Напомню, что это фотохромные линзы с начальным затемнением, с эффектом значительного повышения контрастности. Они идеальны для спортивных очков. Можно изготовить также из обычных фотохромных линз материала Clomatic IQ в показателе преломления 1,6. Линзы Перфолит Спорт 2 изготавливаются в индексах 1,6, 1,5, а также в версии поляризации на базе поликарбонатной линзы. Можно использовать поликарбонат просто окрашенный, без эффекта поляризации. Справа список всех покрытий, которые входят в стоимость линз. Напомню, что в каталоге цена линзы включаются всевозможные покрытия и тонировка линз. Цена указана сразу за две линзы. Вы можете использовать покрытие Solitaire Protect Plus, традиционное наше лучшее покрытие. Также мы рекомендуем для окрашенных линз заказывать покрытие Solitaire Protect Sun. Напомню, что это ахроматическое покрытие, которое не имеет цветного остаточного рефлекса и для цветных очков и цветных линз улучшает эстетику. Solitaire Back Air – вариант использования антирефлексного покрытия только по задней поверхности линзы. В комплекте к нему по передней поверхности линзы будет нанесено только твердое покрытие. Ну и, конечно, три вида зеркальных покрытий Solitaire Silver Moon, Solitaire Red Sun и Solitaire Sky Blue. Особенно хорошо для спортивных очков будет покрытие Solitaire Red Sun яркого золотисто-красного цвета, которое дополнительно защитит глаза от избыточного перегрева, поскольку отражает львиную долю лучей инфракрасного диапазона. Конечно, для спортивных очков безопасность превыше всего, поэтому мы рекомендуем делать спортивные линзы из поликарбоната. Вы можете положиться на ударопрочность линз из поликарбоната. Идеально подходит для тех видов спорта, в которых требуется защита глаз от механических повреждений, например, возможных ударов в мячах, теннисе или хоккей. И достоинство линз заключается в том, что они особо прочные, очень удобные при ношении благодаря своему малому весу, идеальны для занятий спортом в закрытых помещениях, например, игрой в теннис или падминтон. Очень важно для спортивных очков подобрать линзу и цвет индивидуально каждому виду спорта. В этом вам помогут наши брошюры, а также данные каталога, где, например, для окрасок санконтраст приведены те виды спортивной деятельности, для которой наилучшим будет тот или иной цвет. Предлагаю линзу Перфолит Спорт 2. Воспользуйтесь, пожалуйста, нашей брошюрой, которая описывает все преимущества спортивных линз. Здесь вы видите все однофокальные спортивные линзы. Отдельная страничка посвящена линзе Перфолит Спорт 2 для ориентированных на спортивную моду клиентов. Так, подведем итог. Преимуществами линзы Перфолит Спорт 2 является то, что линзы адаптированы для сильно изогнутых оправ и или большой базовой кривизны. Но кроме этого мы с вами найдем версию Basic, которая прекрасно себя проявляет в оправах с изгибом до 15 градусов. Напомню, что стандарт у нас 4-5 градусов, но при этом линзы не имеют особенно высокой базовой кривизны. Эта версия линз востребована не меньше, чем версия Extra Girl. Все линзы имеют прекрасные оптические характеристики для динамичного зрения в спортивных и солнцезащитных очках. Несравнимо лучшее динамическое зрение по сравнению с обычными линзами характеризуется отсутствием аберраций и специальным включением призматических компенсаторов в линзу. Высочайшая точность достигается благодаря Freeform технологии. Конечно, это линзы увеличенного диаметра. Мы можем предложить полезный диаметр 95 мм. Использование базовой кривизны 8Diab3 для солнцезащитных очков. Есть версии с расширенным диапазоном изготовления для изогнутых оправ с обычной базовой кривизной. Для больших углов кривизны максимальный угол сгиба составляет 25 градусов. Широчайший выбор материалов, включая фотохромные, поляризационные, линзы из поликарбоната. Специальный выбор окрасок, включая и разработки тонировок для занятий спортом «Санконтраст» с рекомендациями для каждого вида спорта. Подробную информацию вы можете уточнить по телефону горячей линии, адресам и телефонам, представленным на данном слайде. Много интересной информации и по спортивным линзам вы найдете на сайтах в Instagram, Facebook и в YouTube.